В Ламаты 42-летний рабочий потерял руку во время работы на станке. Несчастный случай на предприятии произошел еще в прошлом году. В результате многодетный отец и единственный кормилец семьи остался без работы. Теперь мужчина пытается добиться положенной компенсации от компании через суд. Амина Усенова выясняла подробности. Алматин Жанебек Туякпаев – инвалид третьей группы. В прошлом году мужчина получил тяжелую производственную травму. Руку мужчины затянуло в свирильный станок. Вот уже почти полгода штамповщик вынужден бегать от одного врача к другому. 42-летний мужчина – единственный кормилец и не знает, как дальше обеспечить семью на одной пособии в размере 50 тысяч тенге. Нет никакой техники безопасности. У нас не было спецодежды. По итогу вот, повреждены нервные окончания. Теперь не могу подшевелить рукой. Врачи говорят, что еще несколько месяцев буду с аппаратом ходить. Жена дома в декрете с четырехмесячным ребенком сидит. Бывшие коллеги пострадавшего рассказывают, что теперь на предприятии начали проводить ежедневный инструктаж по технике безопасности, чего ранее никогда не было. К слову, во время расследований выявили ряд грубых нарушений – отсутствие спецодежды и оборудования. Работодатель также не выплатил положенную компенсацию. По словам специалистов инспекции труда, согласно закону, работодатели обязаны возместить причиненный ущерб сотруднику. Созданная специальная комиссия провела расследование по данному делу и направила все собранные документы в соответствующие органы. Согласно результатам расследования комиссии, установлена стопроцентная вина работодателя. Он не ознакомил сотрудника мерами безопасности на предприятии. Управлением полиции Житусусского района возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В соответствии с выявленным нарушением инспекции труда назначена судмедэкспертиза, по результатам которой материалы дела будут направлены в прокуратуру района в соответствии со статьей 300 Уголовного кодекса и после в суд. А врачи утверждают, что для полного восстановления работоспособности Жанибеку Туякпаеву понадобится не менее трёх лет. Единственный кормилец семьи надеется, что суд вынесет справедливое решение и ему присвоят вторую группу инвалидностей. Отмечу, сейчас в отношении руководителя производственного объекта ведётся расследование.